В Наринмаре впервые прошла акция «Доступный ЕГЭ». Каждый желающий смог проверить свои силы в решении экзаменационных заданий Единого госэкзамена 2017, которые пришлось выполнять нынешним выпускникам. Всероссийская акция «Доступный ЕГЭ» организована Рособорнадзором и Корпусом общественных наблюдателей Российского союза молодежи и направлена на повышение доверия к Единому госэкзамену. Проверить свои силы отправилась и наша съемочная группа. Вместо парты – импровизированный стол, вместо кабинета – площадь Маратсей. Проверить свои знания по русскому языку и математике сегодня могли абсолютно все желающие. Задание, карандаш, приступим. Поставить правильное ударение в слове, решить уравнение, вычислить корень и так далее. Конечно, для этого экзамена задания из ЕГЭ отбирались, прямо сказать, не самые сложные. Вот, к примеру, руководитель Департамента образования, культуры и спорта Илья Иванкин вообще не допустил ни одной ошибки. На вопрос, сложно ли было, отвечает – не очень. Говорит, базовый экзамен – это цветочки по сравнению с профильным. Конечно, нужны. Они популяризируют ЕГЭ, позволяют и родителям попробовать свои силы, и будущим участникам ЕГЭ, чтобы они не боялись. Потому что основная причина плохой сдачи ЕГЭ – это волнение, которое испытывает ученик на экзамене. А если он пройдет несколько таких процедур, то в дальнейшем волноваться не будет и сдаст более успешно. Найти площадь гектара хозяйства 20 лет назад для Александра не составило бы никакого труда. А сегодня, говорит девушка, пришлось подумать. Уж очень стало интересно, остались ли знания. Ведь в школе Александра была круглой отличницей. Но проверить свои знания – не единственная цель для девушки. «Ходит очень много толкований про то, что ЕГЭ сейчас не совсем удобная форма сдачи экзаменов. И бывают, что абсурдные вопросы. И решила просто посмотреть, так ли это есть на самом деле. А сложные задачи, не сложные задачи. У меня ребенок растет, и тоже потом ЕГЭ сдавать». Как и на настоящем ЕГЭ, задания участники решали под пристальным вниманием строгих, но очень обаятельных общественных наблюдателей, которые, кстати, дежурили в пунктах проведения настоящего ЕГЭ в течение всего срока его проведения. Они же и проверили задания участников. По словам Анастасии, атмосфера, в которой проходит этот экзамен, не сравнить с тем, что происходит в реальных условиях. «Здесь свободно, здесь все спокойно, сел, порешал. А там, конечно, напряжение такое, все волнуются, камеры, и еще мы сидим сзади, наблюдатели. Это, конечно, тяжелее. А здесь гораздо проще. Да и это полезно для родителей и детишек, которые могут также подойти и посмотреть, что решают их дети». Эта акция – первая попытка для нашего округа показать, что эти три буквы ЕГЭ, которые заставляют замирать добрую половину нашей страны, не такие уж и страшные, что камеры, детекторы и наблюдатели – мера, скорее, вынужденная. За смелость каждому участнику доступного ЕГЭ полагался штампик с хэштегом «Я молодец, я сдал ЕГЭ» и фото с Мишкой на память. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север».